Проверяют, как предприниматели исполняют требования Роспотребнадзора и указы губернатора в период коронавируса. Надзорные органы ежедневно выходят в рейды, контролируют торговые точки, салоны красоты, развлекательные и фитнес-клубы. Если заведение не входит в список разрешенных для работы и не продает продукты первой необходимости, его двери должны быть закрыты для посетителей. Некоторые магазины и точки общепита закрыты, но перешли на доставку продукции. Это пока разрешено. Постановление прекращения деятельности с 27 марта до особого распоряжения. То есть в ежедневном режиме сотрудники у нас ездят в рейды, проверяют на предмет исполнения постановления все подведомственные объекты. Открытых заведений спортивных и досуговых мы пока не встретили. Если такой факт будет выявлен, то данные нарушители постановления будут привлечены к административной ответственности в виде приостановления деятельности. Все материалы дела будут переданы в суд для принятия определенного решения. К слову, в списке у Роспотребнадзора только по городу Владимир около 200 объектов. В идеале у входа в организацию или учреждение должно висеть объявление. В нем пояснение для потребителей. На основании чего закрыт данный объект, с какого числа по какое и какие они создают условия для своих клиентов, может быть какие-то там привилегии. Вот вся информация должна висеть на входной двери. Если такой информации нет, это как... Ну, тоже влагается? Нет, это, конечно, нарушение, но за него мы не штрафуем, никак не привлекаем. Правоохранители и прокуратура совместно с городской администрацией тоже выходят в рейды. Сотрудники мэрии только за два дня проверили во Владимире 698 частных объектов, в том числе предприятия торговли, общественного питания, бытового и сервисного обслуживания населения. Задача выявить нарушителей, а добросовестных предпринимателей предупредить о правилах безопасности. Ежедневно отправляться информацией в прокуратуру и в полицию, если будут нарушения выданы. И уже федеральной структурой будет принято процессуальное решение по данным точкам. Определены улицы, в котором будут осуществляться. В процессе это центральные улицы, в том числе и окраины города. Сегодня с проверкой нагрянули в хостел. Дверь открыла девушка, как выяснилось, одна из постоялец. Рассказывает, что здесь живет с 18 марта. По правилам, с 27 марта в гостинице и хостелы нельзя заселять новых гостей. Соблюдают ли требования, проверить нетрудно. С помощью книги учета. По словам хозяина хостела, никого за выходные он не заселял. Как только из хостела уедет последний постоялец, закроются. Пока же предпринимают меры. В хостеле есть маски. Приходящим с улицы на входе предлагают антисептики. У нас не было приказа о том, чтобы мы должны их выселить. У меня был звонок с администрации. Сказали, что есть такой-то приказ, что новых жильцов принимать не имеете права. Новых жильцов мы и не принимаем. Те, которые есть, они могут продлевать и еще дольше оставаться? То есть там платить и оставаться на следующие дни? Нет. К слову, до 5 апреля останавливают работу и автомойки, а также предприятия по обслуживанию и ремонту машин и мотоциклов. На этот же срок закрываются все рынки и ярмарки. За нарушение требований безопасности, наказание. Данное ограничение, в первую очередь, вызвано необходимость защитить жизнь, здоровье граждан, предупредить распространение инфекции. Несоблюдение данных норм, оно влечет ответственность, ответственность административную, вплоть до не только штрафов на достаточно серьезные суммы, но и административное приостановление деятельности до 90 суток. Возможно рассмотрение вопросов в уголовном порядке. Поэтому прошу отнестись с полным пониманием, с полной ответственностью. Как подчеркивают в город администрации, проблемы малого и среднего бизнеса понимают, предпринимателям готовы прийти на помощь. В управлении экономики администрации города Владимира работает горячая линия, которая оказывает все необходимые конституционные, информационные услуги для предпринимателей отвечает на самые злободневные вопросы, связанные с этой ограничительной политикой. По телефону 32 79 можно позвонить. Второе, вы уже знаете о заявленных мерах поддержки предпринимателей и бизнеса как такового в Российской Федерации на уровне, прежде всего, правительства Российской Федерации и президента. Со дня на день мы ожидаем выхода соответствующих распределённых документов для того, чтобы поддержать бизнес в эти непростые дни. Администрация города пока работает в штатном режиме. С соблюдением мер безопасности трудятся и работники основных предприятий жилищно-коммунального сектора, общественного транспорта, пунктов торговли продуктами питания и товарами первой необходимости.